купил вот такой скворечник в магазине местном красиво сделан мне понравился стоил полторы тысячи вот такие крючки есть у него на крышке с обоих сторон каких-то неровности я особо не заметил разве что сзади задней стороны под крышкой небольшие там щели имеются но это несущественно в конце концов можно и замазать случае чего диаметр литка 5 сантиметров я измерял поэтому думаю что для скворца будет самое то подарю своей тете друзья это мой кизил осенью я делал обрезку поросли которые у него здесь растет на стволе а внизу вот слева одну ветку и справа одну я просто вниз плевнул решил сделать сделать такой отводок вот он идет я только что уже откапывал чтобы посмотреть еще раз покажу здесь вот корни появились у него за зиму должно быть видно видите вот корешок и вот здесь корешок еще вот он появились корешки теперь вот здесь выше можно отрезать и при желании уже его в почву отдельно посадить вот тут уже лезут у него листочки и обратно сейчас его прикопаю этот еще даже не смотрел давайте посмотрим здесь корней нет но один из двух тоже нормально вот такое вот черенкование хоть и это дело не особо уважаю и решил попробовать эксперимент такой вот здесь вот у меня всякая органика валяется прошлой весной сажал сюда мяту вот она в этом году полезла вся видите это все мята растет самая обычная мята вот здесь вот семечка ну рыжий кизил растет у меня в саду между вишнями и черешнями вот в углу участка вот такая люцерна люцерна изменчивая называлась она сеял я ее в конце вот лета и она до конца не успела у меня вырасти не успела зацвести ну так и ушла в зиму а вот весной сейчас смотрите как она прет уже отвоевала на себе уже место под солнцем она ни пырей ничего разумеется уже не пустит это и медонос и сидират прекрасное растение оздоравливает почву от ни плюсу вот это я точно не помню что было то ли вишня то ли черешня они у меня вот в одном месте в перемешку посажено под ним картон за зиму вот так вот уже перегнил я буду ставить новый ну вот сделал прорезь и в дело будет защищать от излишней потери влаги и от сорняков так растет саду вот у меня вот такое растение забыл его как правильно называется но большинство людей знает его под название мышиный горох не то название почему-то тоже больше запомнилось это бобовое растение из семейства бобовых и разумеется соответствие соответственно это азотофиксер будет мне почву удобрять для деревьев саду это как нельзя кстати растет самосевом как как сорняк поэтому никаких проблем с ним не возникает не полив ничего медоносом особо не является но красиво цветет зато так а вот это вот уже шалфей мутовчатый он тоже сам по себе не вырос под яблони растет в тени в большом количестве вот вырастает это вот и очень цветочки уже высохшие думал может семена есть но что-то не могу вытрясти видимо уже все опали красивое растение и назвали является лекарственным и также медоносом по моему до 300 килограмм из гектара дает красиво цветет так вот это вот молодой только растущий шалфей этого года уже буду давать им расти косить не буду разумеется это горчица около компостной ямы летом ее сажал сажал во второй половине лета тем не менее она успела взойти зацвести и даже семена она дала сейчас я вам покажу горчица отличный сидират оздоравливает почву тоже от того же проволочника может избавить вот посмотрите вот такие зернышки дает я их не собираю почву западает и самосевом растет для сада вообще для почвы замечательный сидирать хорошо его сажать в прессольный круг деревьев вот это яблони семеринка каждый год замечаю что именно вот на это яблони довольно мало тли подозреваю что заслуга в этом бузины бузина черная обычная сама выросла от систи собирается уже бузина собирает на себя всю тлю таким образом она перетягивает тлю с яблони на себя такой прием можно я думаю что под многие деревья ее сажать и избавлять другие деревья от тли растет у меня в саду также много крапивы я ее с корнями не выдираю просто стригу и использую эти листья для мульчи немного всяких полезных веществ для деревьев отлично подходит